Всем здоровья, соуважаемые! Морковь для глаз. Нарежьте морковку пластинами немного наискосок и увидите, насколько этот овощ напоминает глаз, вплоть до мельчайших линий, имитирующих радужную оболочку. И это правда, что налегая на морковь, вы делаете для своих глаз доброе дело. Не полно витаминов и антиоксидантов, бета-каротина, например, которые снижают угрозу потери зрения в пожилом возрасте. Грецкий орех это мозг. Складочки и морщинки грецкого ореха делают его форму невероятно похожей на мозг с его левым и правым полушарием. И неудивительно, что орехи считаются едой для серого вещества. Они содержат высокую концентрацию омега-3, поленасыщенных жирных кислот, которые поддерживают нормальное функционирование мозга. Сельдерей, кости. Длинные тонкие стебли сельдерея похожи на кости и очень для них полезны. Сельдерей источник кремния, который регулирует минерализацию костей. Авокадо это матка. Авокадо по форме напоминает матку и очень полезен для сохранения репродуктивного здоровья. В авокадо содержится много фолиевой кислоты, которая снижает риск дисплазации шейки матки. Моллюски это мужская половая железа. Исследования показали, что моллюски действительно очень хороши для мужского здоровья. В них содержится фолиевая кислота и цинк, которые могут значительно улучшить качество спермы. Грейпфрут это грудь. Сходство с женской грудью круглых цитрусовых, вроде лимонов и грейпфрутов, может быть больше, чем просто случайностью. В грейпфруте содержатся так называемые лимоноиды, вещества, препятствующие образованию раковых клеток в груди. Помидоры это сердце. Разрежьте помидор пополам и увидите многочисленные камеры, которые напоминают структуру сердца. Исследования показали, что благодаря содержанию ликопина томаты снижают риск сердечных заболеваний. Причем, если вы добавите к этому овощу немного жира, оливкового масла или авокадо, то усвояемость ликопина возрастет почти в 10 раз. Красное вино это кровь. Похоже на кровь красное вино, богато антиоксидантами и полифенолами, включая расфертол. Выпив немного красного вина, вы получаете защиту против холестерина, который может стать причиной сердечных заболеваний. Кроме того, вино обладает разжижающим кровь действием, а значит препятствует образованию кровяных сгустков. Имбирь это желудок. Имбирь похож на желудок и, как известно, помогает справиться с тошнотой. Он содержит генгерол, обладающий противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Ничто в природе не бывает просто так. Собственно говоря, на этом у меня и все. Более детальная информация на нашем сайте. Подписывайтесь, ставьте лайки. И смотрите еще больше интересного, а самое главное полезного видео на нашем YouTube канале. А самое главное, помните, что лучшая терапия это все-таки профилактика. Всего вам наилучшего. Не болейте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!